Ранее законопроект был рассмотрен правительством региона. Так предполагается освободить родителей, которые воспитывают трех и более детей до 23 лет, если они являются студентами-очниками от уплаты транспортного налога на легковой автомобиль мощностью до 200 лошадиных сил. Ранее льгота действовала только до тех пор, пока детям не исполнилось 18 лет. Кроме того, предполагается установить льготу в размере 50% от суммы налога на транспортные средства, использующие в качестве топлива только природный газ, сжиженный природный газ или сжиженный нефтяной газ. Эта мера поможет популяризировать использование газомоторного топлива в регионе. Также планируется продлить действия налоговых льгот на 2025-2027 года для владельцев автобусов и грузовых автомобилей высокого экологического класса, а также для международных автомобильных грузоперевозчиков. В Свердловской области действует достаточно много льготных программ, в том числе по налогообложению. И в данном случае по транспортному налогу мы один из немногих регионов России, где владельцы маломощных автомобилей не оплачивают этот налог. Пришло время, когда мы тоже рассматриваем вопрос отмены данного решения. Но при этом важно, что социально незащищенные категории граждан по-прежнему не будут платить этот налог. На транспортное средство до 150 лошадиных сил не будут платить налоги пенсионеры и инвалиды. На машины мощностью до 200 лошадиных сил для многодетных и участников СВО также не распространяется требование по налогообложению. В целом на средний легковой автомобиль сумма относительно небольшая. В год до 1000 рублей получится. Средства, которые бюджет получит от этих налоговых отчислений, пойдут в бюджет Свердловской области и будут направлены на ремонт автомобильных дорог местного значения. Это важное вложение для всех автомобилистов. Вместе с тем, законопроект предполагает повышение ставок транспортного налога на некоторые категории транспортных средств, а также возвращение налоговой ставки для маломощных машин. Свердловская область – один из последних регионов в стране, где обсуждается инициатива по возвращению налога на маломощные автомобили. С 2011 года на Среднем Урале владельцы автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил не платили транспортный налог. При этом от налога по-прежнему предлагается освободить пенсионеров, инвалидов, многодетные семьи и участников СВО. В случае принятия изменений платеж за 2025 год будет проводиться в 2026 году. Льготы на транспорт сохраняются и для пенсионеров, и для многодетных, и для участников СВО. Для автовладельцев, не относящихся к льготным категориям, размер налога минимальный – в год до 1000 рублей. Если смотреть долю этого налога в зарплате, то нагрузка на семейный бюджет сильно не вырастет. Но мы все понимаем, что без хороших дорог нельзя говорить о высоком качестве жизни. Каждый из нас хочет, чтобы в Свердловской области дороги были гладкие, ровные, хорошие и безаварийные. Этого достичь можно, только вкладывая средства. Понятно, что в это вкладывает область и в рамках нацпроекта. Еще часть средств поступает именно от налогов граждан. Налоговая ставка для маломощных машин предполагается на уровне 10 рублей за лошадиную силу. Таким образом, для владельцев автомобилей мощностью 100 лошадиных сил это составит 1000 рублей в год. Дополнительные доходы в бюджет планируется направить на содержание дорог в регионе, устройство автобусных остановок, освещение тротуаров на автомобильных дорогах регионального значения, проходящих через жилые массивы и организацию пешеходных переходов. В Свердловской области традиционно повышенное внимание уделяется ремонту и содержанию дорог. Только за этот год отремонтировано и построено более 300 километров дорог, а также 22 моста и путевода общей протяженностью свыше километра. Летом было открыто движение по новому путепроводу на Режевском тракте, а совсем недавно движение по отремонтированному мосту под Нижним Тагилом. Ксения Балденкова при поддержке Департамента информационной политики Свердловской области для новостей 11 канала.